С каждым годом поступающие в богословские заведения, люди, их уровень знания Писания очень низкий. То есть люди страдают таким очень поверхностным пониманием своей веры, своей духовности, своей жизни, окружающего мира и так далее. Поэтому это такое первое наблюдение. Второе – это то, что здесь вопрос напрямую связан, как мы понимаем образование и для чего оно вообще служит. Образование служит для того, чтобы раскрыть в человеке заложенный Богом потенциал, сформировать его, развить его. И поэтому богословское образование нацелено на то, чтобы не просто формировать, развивать человека, заставлять думать, но формировать целостного человека, формировать в нем целостное восприятие себя, окружающего мира и естественно священной истории, которую мы считаем формирующей, нормативной и так далее. И последнее – если мы хотим, чтобы у церкви было, скажем так, конкурирующее будущее с другими какими-то религиозными институтами в современном мультикультурном, мультинациональном, мультирелигиозном обществе, то я сложно себе представляю, как она может быть таковой без образованных служителей, пастырей, лидеров церкви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok